Здравствуйте! В эфире суббония информационная программа Вести Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Своё 90-летие отмечает жительница Черкесской, ветеран тыла Разиат Эльдаравна Мамижева. Поздравить именинцу поехала и наша съёмочная группа. На 76-м километре федеральной автодороги Лермонтов-Черкес сотрудники полиции спасли жизнь мужчине. Подробности в нашем выпуске. В Ужжегутинском районе прошёл 7-й республиканский конкурс фортепианных ансамблей детских музыкальных школ искусств. В эти дни своё 90-летие отмечает жительница Черкесской, ветеран тыла Разиат Эльдаравна Мамижева. Свой почётный юбилейный год она получила поздравительную открытку от главы государства Владимира Путина. Поздравить именинницу с днём рождения пришли и члены Совета ветеранов города Черкеска. С ними побывала и Фатима Даурова. Поздравление ветеранов со значимыми в их жизни датами стало уже доброй традицией. Вот и сегодня в семье Мамижевых особенное событие. Самому старшему члену семьи Разиат Мамижевой исполнилось 90 лет. Поздравительный адрес президента России зачитал заместитель председателя Совета ветеранов Черкеска Ханафий Хасуев. Разиат Эльдаравна, от души поздравляю вас с юбилеем. На долю вашего поколения выпали тяжелейшие испытания. Великая отечественная трудность послевоенного времени. Но вы и ваши товарищи выстояли, победили жестокого врага, восстановили разрушенную страну. Ваш трудовой жизненный путь, любовь к родине и вера в правое дело всегда будут служить примером для молодёжи, для всех нас. Желаю вам здоровья и бодрости духа. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Спасибо. Спасибо. Официальное письмо поздравления от Совета ветеранов Черкеска тоже было передано труженице тыла. Разиат Эльдаровна многое повидала за свою жизнь, жизнь целого поколения. Свои юные годы она не боялась тяжёлого труда. Работала наравне со взрослыми на колхозных полях. Была удостойна медали Президиума Совета в СССР за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Своими воспоминаниями о жизни именинница поделилась с гостями. И, как умеют только бабушки, пожелала им всего самого хорошего. Сколько я не устала, я не устала, не трудно было. А теперь вот, что я скажу. Спасибо вам за внимание. Яла, чтобы здоровье было вам. Вот это радость, чтобы дальше ушёл. Вот это время. И нам, чтобы было на стадии, что мы хотим. Узенчагарфи, будьте здоровы. Спасибо. Если мы сегодня пришли вас поздравить с вашим юбилеем, то это благодаря вам мы это делаем. Вы нас вырастили после того тяжёлого времени, после разрухи военной. Воспитали нас, дали нам образование. И мы должны быть благодарны всегда вашему поколению. Спасибо. Спасибо. Дай Бог вам здоровья, чтобы мы могли прийти ещё и 95 лет вам отметить. И 100 лет отметить. Чтобы вы были такой бодрой, красивой, жизнерадостной. В ноябре 2007 года Разиат Мамижева была удостойна почётного знака Карачаева-Черкесии «Материнская слава». Вместе с мужем Кушуком они родили и воспитали шестерых замечательных детей, которые сейчас очень трепетно относятся к родителям, понимая весь труд, который они вложили в их достойное будущее. За нашу жизнь, что она нам дала жизнь с отцом. Никогда не жалела о том, что у нас много детей. Она старалась каждому из нас угодить, находила общий язык. Ты такая хорошая, Кукуа. Ты такая хорошая, Хуза. И она, наверное, за свою доброту, Бог, наверное, увидел, что она у нас необыкновенная. И какой же день рождения без вкусностей? Гости угостились традиционными национальными блюдами джедлибжа с пастой и вкусным десертом с золотистой халвой, которая всегда украшает праздничный стол черкесов. Фатима Даурова, Зарима Карданова, Мухаммеда Шибоков. Вести. Карачаево-Черкесия. Сотрудники ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии спасли жизнь водителю. Инспекторы Асхат Черкесов и Дмитрий Болтенко несли службу на федеральной автодороге Лермонтов-Черкес. На 76-м километре сотрудники полиции в зеркале заднего вида служебной автомашины заметили, что едущая сзади «Лада Приора» мигает фарами. Остановившись, полицейские дождались, когда автомобиль подедать. Из Приора, передвигаясь, с трудом вышел мужчина, который сообщил, что внезапно почувствовал себя плохо за рулем и потерял сознание. Как выяснилось позже, мужчина ранее перенес инфаркт. Инспекторы на служебной автомашине доставили его в ближайшую больницу. Врачи сообщили, что пациенту удалось сохранить жизнь благодаря тому, что его вовремя доставили и оказали своебременную медицинскую помощь. Сын пациента выражает сотрудникам полиции благодарность. 25 марта мы несли службу на федеральной автодороге Лермонтов-Черкес и на 76-м километре в зеркало заднего вида. Мы увидели, что сзади идущая машина, как впоследствии оказалась приора серебристого цвета, интенсивно начала моргать дальним светом. Приняв право и остановившись, мы с напарником вышли из машины и увидели, что водитель транспортного средства вышел из машины, схватился за дверь. Подбежав к нему, он нам сказал, что у него очень резко подскочило давление, руки онемели и очень плохое самочувствие. Посадив водителя в наше транспортное средство, я направился в сторону КЧРБ города Черкеска. Мой напарник сел в машину водителя и поехал следом. Приехав в больницу города Черкеска, водителя на каталке доставили в приемное отделение. И дальше мы продолжили несение службы по маршруту. Вечером сменившись от ответственного от управления, мы узнали, что данному водителю была сделана экстренная операция и жизни здоровья его ничего не угрожает. Такие случаи на автодороге не редкость. И наша первоочередная задача прийти на помощь человеку, вне зависимости от обстоятельств. 25 числа этого месяца, около 11 часов, наш приемный покой доставили пациента, жителя нашей республики, в критическом состоянии. Диагноз предположительный инфаркт миокарда. Доставлен был сотрудниками ГАИ, ГИБДД. При осмотре больной, признаки острой коронарной недостаточности, болевой синдром, нестабильная гемодинамика. Осмотрен сразу на сприемном покое кардиологами, хирургами. И принято решение, ввиду тяжести состояния, проведение экстренное оперативное лечение рентгеном довоскулярного. Быстро подготовили больного, провели рентген-эндовоскулярное исследование, выявили наличие тромба в сосуде, удалили тромб, тем самым улучшили прогноз пациента. Состояние на сегодняшний день, состояние пациента с положительной динамикой, зона инфаркта уменьшена. Это связано с тем, что пациент был вовремя доставлен, вовремя оказана медицинская помощь, вовремя прооперирован. В результате этого мы избежали инвалидизации больного, сохранили жизнь пациенту. Сейчас он получает терапию, переносит ее удовлетворительно, и в ближайшее время располагается выписка. Хочу выразить слова благодарности сотрудникам госавтоинспекции, которые, неся свою службу, оказали помощь моему отцу, доставили его в больницу, не остались равнодушными, где оказали ему первую помощь. Также желаю здоровья сотрудникам и успехов в работе. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова В Усть-Жигутинском районе прошел седьмой республиканский конкурс фортепианных ансамблей детских музыкальных школ искусств. Традиционно долгожданное мероприятие провели в школе искусств микрорайона Московский. А долгожданное оно потому, что и дети, и их наставники с нетерпением ждали послабления карантинных мер, чтобы проявить себя на сцене и продемонстрировать то, чему они научились за эти два года. Альбина Кураченова-Кенжева подробнее. В стенах детской школы искусств впервые за последние два года торжественно зазвучали волшебные мелодии фортепиана. Участвуют 52 исполнителя, 26 ансамблей в трех группах. Все они стали лучшими в отборочном туре в своих городах и районах. Теперь предстоит соревноваться в финале. Но за участие в фестивале организаторы уже подготовили каждому музыканту памятные буклеты и подарки. Наставники пожелали ребятам творческого вдохновения и побед. В районе, в моем родном районе, в котором я родился, а я в эту школу даже немножко ходил, когда был маленький, и для меня очень приятно видеть, что конкурс наш, несмотря на пандемийные сложности последних лет, все равно живет, коллеги и, судя по количеству участников, очень популярны. Поэтому я благодарю всех участников конкурса, организаторов. Ну и приятно, конечно, видеть, что школа продолжает свою работу. То есть это отдельное спасибо директору. Детишкам хотел пожелать. Но, знаете, они уже победители, потому что они прошли уже годы. Здесь они будут представлять не только своих педагогов, безусловно, и своих родителей, которые болеют душой для своих детишек. Даже в это сложное время, как бы это ни случалось, два года таких абсолютно тяжелых. Я знаю, что наша школа, школа искусств, несмотря на то, что оказала возможность всегда быть в контакте, даже в самые такие жесткие времена. Члены жюри, а также педагоги говорили, что занятие музыкой – это искусство, которое требует выдержки и огромного труда. И если ребята будут отдаваться музыке, то результат не заставит себя ждать. На Кавказе – это единственный конкурс, который посвящен только фортепианным дуэтам. Не каждый ребенок может быть солистом. А вот форма ансамблевого мужецирования, она приобщает детей к прекрасному миру музыки. И большее количество детей может попробовать себя в игре на сцене. У нас появилась возможность провести конкурс очно, когда живое исполнение, прежнее живое дыхание зала, когда мы можем ощутить непосредственную энергетику от игры юных пианистов. И, конечно, наверное, главное то, что мы все-таки сегодня собрались. Девочки Алия и Диана занимаются фортепиано уже три года. Любят выступать на конкурсах и брать пример со старших товарищей. Мы готовились весь этот год, и еще эту неделю мы готовились. На самом деле моя сестра захотела на фортепиано, и я за ней хвостиком пошла. И что, тебе нравится теперь? Да. Трудно? Ну, не очень. Мне нравится именно играть, и этот звук придает мне силу. По итогам конкурса 23 ансамбля со всех городов и районов стали победителями и призерами фестиваля. Гран-при взяли Екатерина Назаренко и Вероника Кольцова из Станицы Зеленчукской. Альбина Курочинова-Кенжева, Мухаммед Ишибоков. Вести. Карачаево-Черкесия. Московский. И последнее. Жительница Карачаева-Черкесии участвует в шоу телеканала «Звезда». Зарема Червонная представит республику во всероссийском конкурсе «Новая звезда». Сегодня в 22.30 жители Карачаева-Черкесии смогут помочь талантливой исполнительнице пройти в финал с помощью СМС-голосования. Отметим, что участие в мероприятии принимают представители 85 регионов Российской Федерации. Давайте все дружно поддержим Зарему Червонную. На этом суббоний выпуск «Гвестей» подошел к концу. Приятных вам выходных и всего доброго. «Гвестей» подошел к концу.